Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 660. События дня. Малахия 2.7. Уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его. За 3 октября 1917 года. Рахель Загидулина. Спаси Христос. Игнатий Тихонович, моя знакомая, считает себя православной, в храм не ходит и говорит, что разговаривает мысленно с Богом. В храм бы пошла, но там нет священника нормального. Ей много чего есть сказать и выговориться, но не доверяет. Я, мол, постоянно с Богом. Что ей можно предложить прочесть? Отвечаю, полагаю, что чтение ей не поможет, ибо дело в ней, в ее обольщении сатаной. Она себя не видит, а это делает только Бог. Рустам Гусейнов, Игнатий Тихонович, вы окончательно уверены в том, что новому православному государству больше не быть до Второго пришествия? Я постоянно думаю о нем, как было раньше в Константинополе, Византии, Царской России, Российской империи. Возможно ли создание государства с единорелигиозной формой, однопартийной, системным аппаратом, но уже с Богом, с церковью? Нельзя ли по-хорошему скрещивать духовную и светскую власть, как было это ранее в ниже изложенных государствах? Двуглавый орел на русском флаге – это символика духовной и светской власти. Ожидание царя в России, по предсказанию некоторых православных старцев, это действительно просто зондирование нынешней власти мирового настроения, или же в определенном процентном соотношении может вполне реализоваться в будущем. Я вас интересую из проэта для того, чтобы не жить иллюзорной жизнью и отредактировать себя по максимуму на правильный православный лад. Заранее благодарен. Слава Христу! Отвечаю. 2 Коринфянам 6.14.17. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Просто нужно прочитать внимательно и это все приложить к себе. Павел не допускал такого. Какое согласие между Христом и Вильяром, или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость Храма Божия с идолами? Ибо вы, Храм Бога Живого, как сказал Бог, селюсь в них, буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, а и делитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. 3 Коринфянам 6.18.21. Места Писания просто надо открывать и считать. И подошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Вал, то Ему последуйте. И не отвечал народ Ему ни слова. 1 Езра 4.3. И сказал им Зарвавель и Иисус и прочие главы поколений израильских, не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь Персидский. Как нет в природе двухголовых орлов или иных птиц, так не может быть согласия и слитности между духовным и светским, небесным и земным. Я просто беру места Писания. Дальше сам разворачивай. Смотри, о чем говорится. У нас есть, на это и есть толкование. Я об этом говорил уже. Вот это толкование, считай, и все. 1 Иоанна 4.5. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает. Лука 16.13. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамуне. Рустам Гусенов. Спасибо огромное. Я понял. Просто взирая на царство Израиль в Ветхом Завете, когда были такие великие цари, как Саул, Давид, Соломон. Хотелось бы, чтобы и в Новом Завете можно было бы осуществить по этому макету хоть что-нибудь подобное во славу Христа и для многих людей, хоть на короткое время. Но нужно жить по-новому завету в церкви, которая, как я понял из вашего ответа, не может сливаться с миром грешным, полюбодельным. Будем мы дальше идти, проповедовать Христа, проливать свою кровь, и если надо, будет отдавать свои жизни за славу Божию. Спасибо еще раз за ответ. Теперь ряд иллюзорностей уйдет из моего прошлого понимания о церкви Христа. Я буду над собой работать и дальше, только в нужном ракурсе по полной функции. Потом пишет. Геннадий Тихонович, дайте, пожалуйста, пару советов, которые касаются взаимодействия православного христианина с любым видом иудейской власти в наше время, во свете Библии и в рамках закона. Ну, как заходишь, уходишь из дома, помолись, заходишь, перекрестись, жить в чистоте, не в грехе. Отвечаю. Стераха 4,7. В собрании старайся быть приятным, и перед высшим наклоняй твою голову, преклоняй ухо твое к нищему, и отвечаем мы ласково с коротностью, спасай обижаемого от руки обижающего. И не будь малодушен, когда судишь. К начальству идешь общаться, ты можешь заступиться, кому-то пенсию выхлопотать. Сера там будь как отец и матери их вместо мужа, и будешь как сын вышнего, и он возлюбит тебя более, нежели мать твоя. Исход 22,28. Судьи не злословие, начальника в народе твоем не поноси. Диане 23,5. Павел сказал, я не знал, братья, что он первый священник, и вы написано, начальствуящее в народе твоем не злословие. 2 Петра 2,10. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти и плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольные, и не сражаться злословить высших. Иуда 1,8. Так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, а ствергают начальство и злословят высокие власти. Притча 19,6. Многие заискивают у знатных и всякий друг к человеку, делающему подарки. Хотя подарки и портят людей, но имеются в виду хорошие подарки. Вот я, допустим, старался наградить всех, кто помогал, книгами. Книга не считается за взятку. Вот и 8,8,9. Ефрем приобретал подарками расположение к себе. Примудрость Соломона, 6,5. Страшно и скоро он явится вам. И строг суд над начальствующими. 6,8. Но начальствующим предстоит строгое испытание. Серахов, 11,2. Каков правитель народа, таковы и служащие при нем. И каков начальствующий над городом, таковы и все живущие в нем. Емя, 5,7. Сердце мое возмутилось. Я строго выговорил знатнейшим о начальствующем и сказал ему, «Вы берете ли их в узбратьев своих?» И созвал я против них большое собрание. Езекииля, 22,6. Вот начальствующим Израиля. «Каждый по мере сил своих был у тебя, чтобы продевать кровь». Сафония, 3,3. «Князья его посреди него рыкающие львы, судья его вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости». И далее, Римлянам, 13,3. И далее, до 8 стиха, прочитайте. И 1 Тимофея, 2,1. «Чтоб молились за властей». Серахов, 9,16. «Держи себя дальше от человека, имеющего власть, умершлять, и ты не будешь смущаться страхом смерти». Вот такие советы исполняй, и ты будешь знать. А чтоб точно, вот как говорить, с какой ноги, как говорит, вставать, это и не нужно. Когда бы ни шел, я молюсь, чтобы Бог через него ответил. Мне как-то в жизни Господь давал всегда хороших начальствующих. Куда бы ни обратился. Вот иду, начальник милиции, краевое УВД города Барнаула. Я познакомился, близкие такие. Он к нам, потеряя, приезжал Вальков Владимир Алексеевич. Я говорю, мне нужна машина отвезти детей. Все, завтра машина у дверей стоит. К прокурору края, генерал-лейтенанту Параскуну Юрию Федоровичу. Точно так же, какое прошение, я к нему иду. В любое время к нему ходят люди, годами не могут попасть на прием. А я могу два раза в день даже зайти. И которая сидит здесь около дверей, там майор, женщина. Она мне и говорит, записывает. Приходите еще. Когда вы бываете здесь, он после вашего посещения такой мягкий делается. А мне милиционер и говорит, милиция, начальник-то. Моя милиция стала вести себя тише после ваших встреч с ними. Конечно, это приятно слышать, что они на бесплодную почву падают. А раньше кто где как помогал. Я уже ничего у них не прошу. Директора заводов. Я попросил в общине, кто имеет общение с телефоном, найти их. Где они? Нашли. Попросил Сергея Пупкова. Приготовил книги и поехал. И всем подарил. Так они еще старались мне или деньги, или что-то дать. Хромов Анатолий Петрович, директор РТИ. Горшков Вячеслав Григорьевич, станкостроительный. И насосы давал, насосы качать из труда в воду. Гвоздей сколько ящиков, что-то там другое, металлическое. А этот давал лодки. У нас три лодки только, хромов. Половички разные, шланги. Их нет уже. То есть они все живые, я их нашел. Директор Жердев, зеркальные фабрики. Стеклотек одного привез от него, тонн 15, наверное. Не целые листы, а срезки. Хорошие. Вот так. Всех нашел. Даже прошлогодняя судья, которая судила. Там Роспотребнадзор на нас подавал. И она в нашу пользу все решила. Я ее все равно нашел и подарил книге. Она очень довольна была. То есть я больше там не буду никогда, может быть. А за Роспотребнадзор в прошлом году они нас терюшили, трепали. Мы благодарим Бога. Мы находимся сейчас во много лучшем состоянии. У нас электричество, везде холодильники, морозильные камеры. Кухонные аппараты. Большие дома закупили. И сейчас здесь живем мы. Приезжают гости. Нынче были отовсюду. Бог даст дальше. Поэтому нельзя сказать. Все свое время окажется по-другому. Хорошим может быть. Ну и посмотреть наши ресурсы. Я люблю мой мир. Тут можно писать, почта. Беседовать. По скайпу будет. 10 октября я вернусь. 11 уже можно будет беседовать. Тогда уже о книгах кто-то спрашивал. Вот как выглядит. А где я с голубем, эта страница не мной заполняется. Ее не надо трогать. Это контрольное. Модераторы ведут. Вот. Ленточный. Форум. На форум есть вход здесь. Зайдите. Там встречает музыка, песнопение. Во свете Библии называется. Ой, хороший. Владимир Мачалин написал. Нашел кто-то. Исполнил. Видно, профессиональный певец поет. Вступление. Притом на три раза повторения. Под разными фотографиями. Ну и. Православный видеоканал открытым оком. Во свете Библии. Вот сегодня тоже пять роликов поставил. Православный библейский сайт. И здесь вопросы и ответы. Сейчас беру девятую тему. Войне. Служба в армии. Можем взять хотя бы один. Вопрос 1565. Шестой том открытым оком. В письме блаженного митрополита Антония Храповицкого высокопреосвященному Сергию Строгородскому есть строки. Вы забыли о существовании белых армий, занимавших большие территории, в пределах которых мы находились. Организовав временное церковное управление, благословляя оружие, поднятое для освобождения Родины от мучителей. Не за нарушение ли слов Господа, Матфея 26, 52. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место. «Ибо все, взявшие меч мечом, погибнут. Постигали и постигают беды Русь, а священство за такое вот благословение и гибло, и гибит. И как давно укоренился сей обычай благословлять оружие, вопреки недвусмысленным и ясным словам Господним?» Это вопрос такой. Ответ. Митрополит Антоний, как и бывшие до него и народившиеся после него, они все выходцы из той же воцерковленной среды и из чада по духу той православной традиции и тех же корней, соки которых текли и будут течь в них. Потому что истинного, настоящего, по слову Божьего, рождения они не имели. Все, что они знали, было столь глубоко укоренившееся в них, что они за эту ограду и не взглянули до смертного часа. Что есть, быть может, где-то прямая дорога ко Христу. Сегодня за Лиен свопят, а ведь эти Антонии подвели к этой пропасти доверившихся им казаков. Сталин же в сговоре с английским масоном был лишь отмститель, взявший меч, и вывез казаков с их семьями в союзное истребление в ГУЛАГе. Пусть Антоний ответит, почему Бог так непреклонный и настойчиво побуждали Израиля согласиться с ним и идти в плен безропотно и без войны открыть ворота столиц и халдеям. И почему церковники так упорны были и тогда, и всегда, не желая подчиниться этому приказу Иеговы. Иеремия 38, 24, местописание 17, 24. Это вот можете прочитать, потормозить. Большой текст мне трудно читать. И потом, какую кровавую похлебку им пришлось вкушать долгие страшные годы пленения. Иеремия 12, 10. Отвечаю Слово Божие. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами. Участок мой, любимый участок мой, сделали пустую степью. Это не просто история, а уроки для нас, для наших попов, чтобы не повторить трагедию Израиля. Первое Коринфянам 10, 6, 11. Вот два местописания, можно заучить. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними, как у образа, описанного в наставлении нам, достигших последних веков. Лука 13, 3, 5. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Это дикое лжеучение о пользовании оружием по образу Ветхого Завета вошло в церковь уже в первые века. Почему против этой заразы были приняты каноны, отлучающие от церкви тех, кто вновь возвращался на свою блеотину, сложив в прежде мирские военные щены. Василий Великий, 8 правило. Вот правило есть, посчитайте, правило 13. Продолжение следует... Продолжение следует... ! притормаживайте и считайте что убивать нельзя нельзя вот и говорят житие святых житие святых кто интересуется этим считайте внимательно это материал собрал я 40 лет собирал и отовсюду ну вот на сегодня все вот